Девушки отдыхают 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 Это то, что касается общественных территорий. И как раз вот эта процедура рейтингового голосования, она впервые была введена в 2018 году. В различных формах она проходила. Она проходила и путем голосования через урны с использованием бюллетеней, и путем голосования на сайтах. А вот с 2021 года введена единая федеральная платформа. Она унифицирована во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в городе Кирове. И эта платформа будет являться не только платформой для отбора этих территорий, но и для отслеживания их дальнейшего состояния. То есть, как они будут благоустроены, как они будут эксплуатироваться. И в последующем, в том числе Министерство строительства, кто является координатором этого проекта, будет получать обратную связь. Довольны ли жители, которые поддержали эту территорию теми работами, которые были выполнены по факту, и устраивает ли их эта территория с точки зрения комфортного отдыха, либо передвижения, либо какие-то иные есть предложения и замечания, которые в последующем могут быть учтены. Соответственно, вот эта процедура отбора, она, наверное, тоже представляет собой какой-то конкурс. Ну, опять же, здесь активность жителей, как показывает практика предыдущих периодов голосования, она на самом деле определяет приближение времени благоустройства того иного объекта. Такие практики есть, они вот уже реализованы, ими пользуются в том числе жители и микрорайонов, которые голосовали, да, и в целом жители города. Как это происходит? То есть вот та самая площадка, про которую вы говорите, она, ну, фактически там инструмент для голосования, то есть заходят туда и голосуют только там, или можно где-то еще свой голос оставить? Значит, ну, еще раз напомню, что с 26 апреля начинается работа этой единой платформы. Она сейчас является в доступе на сайте 43городсреда.ру. Это голосование за объекты, которые будут в том числе по городу Кирову. Да, вот я там сейчас пребываю, пока что нельзя выбрать Киров. Голосовать пока нельзя, именно там идет общая информация, как проголосовать, что собой представляет эта платформа. Голосование будет проходить довольно-таки значительный период времени по 30 мая. Соответственно, ну, практически 5 недель будет предоставлено жителям города Кирова, чтобы выбрать ту или иную территорию. На эту платформу вот сейчас уже заканчивается загрузка 99 общественных территорий, те, которые будут представлены по городу Кирову. Мы уже прошли, так скажем, региональную модерацию через наше курирующее министерство и уже практически закончили федеральную модерацию этих объектов. Соответственно, эти объекты, я думаю, что уже 26 числа, а возможно и 25, они будут все выставлены на эту платформу. И по ссылке, по наименованию каждого объекта любой желающий может посмотреть. Там будут представлены и характеристики этого объекта, и в том числе фотографии существующего состояния этой территории. И при наличии эскизных проектов, если мы там говорим о парках и скверах, возможно, будут уже представлены предложения, за которые можно будет отдать свой голос. Какие-то красивые картины. А модерация вот эта, это что, отсев какой-то или там 100% одобрено, скорее всего, будет? Ну, пока мы прошли на региональном уровне 100% все 99 объектов, загрузились на федеральную платформу. Ну, есть очень хорошие шансы полностью все 99 объектов пройти. Просто там идет модерация именно по составу и наполняемости по каждой территории вот тех требований, которые должны быть выставлены на платформу. Но мы, замечания, которые были высказаны, мы их устранили. Где-то там добавили фотографии, где-то характеристики этого объекта, чтобы максимально была информированность того человека, который захочет отдать голос за ту или иную территорию, чтобы максимум информации от нее получить. Голосование будет проходить через данную платформу с использованием сайта государственных услуг. Кроме того, мы понимаем, что есть в том числе и категории жителей, которые либо не зарегистрированы на этом сайте госуслуг... Отрицают интернет или просто не представлены, да? Но кто-то не умеет пользоваться. Не могут пользоваться. Значит, в данном случае на территории города будет организована работа в том числе волонтеров, которые сейчас уже отобраны и проходят обучение. У каждого волонтера будет, так скажем, свой планшет с программным обеспечением, привязанным в том числе к этой единой федеральной платформе. То есть человек подходит к такому волонтеру, ему на планшете показывают, как это будет выглядеть, и он может проголосовать. Он с использованием номера телефона, чтобы подтвердить свой пароль, который в виде смски придет на этот телефон, он сможет выбрать тот или иной объект. Ну вот в таком упрощенном, наверное, виде. Потому что через телефон, наверное, и с использованием волонтеров это можно будет проще сделать и, наверное, меньше времени займет. Кроме того, сейчас рассматривается и возможность, чтобы на территории города в каждом МФЦ было оборудовано рабочее место, потому что многие люди и обращаются туда. Там также через такую систему можно будет проголосовать, придя туда. То есть такие формы, они на сегодняшний день имеют место быть. Они, в принципе, были использованы в предыдущих голосованиях на территории других субъектов. А вот за основу, кстати, брали эту платформу, работу в Нижнем Новгороде. Она достаточно очень хорошо себя показала, и вот как раз ее внедрили на федеральном уровне. Соответственно, вот, как правило, у нас некоторые категории жителей города Кирова, которые не пользуются интернетом либо госуслугами, но они довольно-таки активно проявляют свою позицию по той или иной территории. И мы тем самым даем право и возможность им проголосовать с использованием вот этих форм волонтеров и рабочих мест, в том числе в МФЦ. А насколько это безопасно? Я спрашиваю в том плане, что мы же сейчас все боимся отвечать на незнакомые номера. Да, там, да, эти вот мошенники всякие, интернет, всех пугают. Можно ли там доверять волонтерам номер телефона, там, какие-то пароли? Ну, в данном случае, в любом случае, телефон останется в руках у того гражданина, который придет. То есть волонтер в данном случае здесь именно выступает как оператор по работе с вот этим программным обеспечением. И то вот сообщение в виде пароля, которое придет на телефон, его просто надо будет назвать волонтеру, чтобы он ввел в свое программное обеспечение. И номер телефона ваш он запоминать не будет, конечно же. Нет, я думаю, при таком количестве, например, там, активных жителей, которые этим воспользуются, это будут, наверное, не единицы, а там, десятки, либо сотни человек. Ну, здесь, наверное, не запомните все количество. Здесь объем телефонов, которые... И цели нет у волонтеров, у них цель, наоборот, оказать содействие в реализации своего права отдать голос за ту или иную общественную территорию. То есть волонтеры, они будут соответствующим образом с той или иной символикой, как бы с обозначением вот этого голосования, у них будут соответствующие указатели, там, бейджи и вот то программное обеспечение, которое сертифицировано, которое именно привязано к этой федеральной платформе. Они где-то на улице будут работать или вот сейчас определяются точки, где они будут размещаться, там, торговые центры? Практически эти точки уже определены, это и торговые центры в том числе, и вот места массового, где вот идет притяжение людей. Ну, буквально там, вот в филармонии гуляют, например, в партикировках. Я думаю, что буквально вот на днях эту информацию уже 100% согласованную мы предоставим, и период работы, да, и места, и можно будет уже, мы ее в любом случае в период голосования будем озвучивать, актуализировать. Ну, я думаю, что эта информация будет доступна всем, и максимально постараемся это в информационном пространстве отразить. Так, вот эти 99 объектов, о которых вы говорите, этот список, да, для голосования, как они отбирались? Ну, 99 объектов, здесь включены, наверное, основные все наши общественные территории, это 14 общественных территорий, которые парки, скверы, набережные, либо бульвары. Ну, вот по всем районам города, кто там у нас есть? Ну, здесь заявлены наши основные городские парки, это и парк Кирово, парк Гагарина, Александровский сад, там на Нововятском районе три объекта заявлены. Это у них парк ЛПК на 41-м микрорайоне, сквер в Радужном территории, которую они хотят развивать, и в центральной части Нововятского района сквер в районе дома 27 по улице Советской. Кроме того, здесь представлена у нас для благоустройства и центральная площадь города, театральная площадь, которая также с прилегающей территорией, с прилегающими скверами нуждается в благоустройству. Площадь маршала Конева, набережная, северная набережная. Это вот такие, наверное, масштабные общественные пространства. Кроме того, 85 общественных территорий, это пешеходные зоны улиц представлены. В том числе и аллейные части, и тротуары. То есть практически вот здесь представлено, ну, большинство улиц, особенно в центральной части города, есть и удаленные населенные пункты, там и поселок Костино, Дороничи, Ленгасово. В Заречной части представлены улицы. То есть набор очень такой значительный. А в бульварной части вы говорите, я прошу прощения, что перебиваю, вот в прошлом году мы были свидетелями, да, там район ДК АЦМ сделали, и Ломоносово, да. До Октябрьского проспекта дойдут руки? Есть там Октябрьский проспект? Октябрьский проспект, мы в предыдущие годы несколько участков благоустроили, довольно-таки неплохо получилось с точки зрения создания, по сути дела, новой локальной общественной территории. Но Октябрьский проспект очень большой, да, он представлен единым, как бы скажем, лотом для голосования, то есть на всем протяжении, на тех участках, где еще благоустройство не коснулось. Соответственно, эта центральная улица, она также представлена для отбора. А то на памятник Сергею Мироновичу возле ЦУМа больно смотреть, если честно. Сразу скажу, что вот эти территории, они, как туда попали, это территории, которые голосовались на предыдущих рейтинговых голосованиях. То есть те территории, которые либо были там в пятерке, в десятке лидеров, да, мы как раз максимально их постарались сюда и включить. Так, у нас есть звонок от слушателя, мы вообще призывали, конечно, звонить. Добрый день, очень коротко. Добрый день, Надежда. Да, Надежда, коротко давайте. Вот я хочу сказать о безобразной площадке около Детского мира. О боже. Там, значит, по Комсомольской до магазина Охотник и по Октябрьскому проспекту до дома радио бывшего. Вот это вообще безобразно там. Ясно. Сейчас спросим. Тут у нас есть инструктора этих управлений. Я прошу прощения. Они вообще ничего не делают. Все понятно. Они сидят за своими территориями. Да, да. Ну вот это общественное место, никто не обращает внимания. Сейчас мы спросим. И второе, значит, по улице Деповской, где ходят автобусы, интенсивное движение. Если нет тротуара от улиц Мельничной до Зеленстроя, это безобразие. Ведь там, где ходят автобусы, должен город позаботиться о тротуарах. Ну, если уж не хотите делать асфальт, там, плитку, ну, набросайте щебенки. Мы тонем в грязи, когда ходим весной, осенью. А мы сейчас у Дмитрия Александровича спросим, есть ли Деповская. Спасибо большой Надежде. Да, у нас просто не так много времени до конца эфира. Хочется все успеть, поэтому не знаю, как тут со звонками будет и с конкретными адресами. Я поняла, о чем идет речь. То есть это вот участок после поворота как раз на улицу, да, когда под мосты заезжает, автобус едет в чистые пруды. Поворот в районе Балерса. Да, да, да. Там действительно деревянные дома и сложно проходить. По Октябрьскому проспекту мы уже говорили. Он на всем протяжении там, где у нас тротуары неблагоустроены, заявлен для голосования на этой платформе, в том числе участок от Комсомольской, как раз там даже в сторону улицы Воровского. То есть кому не нравится, приходите голосовать в центре. Улица Деповская, она также в составе 99 этих объектов. Ну, здесь она даже заявлена вместе с улицей Украинской одним лотом, чтобы вот мы даже подошли при формировании. Некоторые улицы, да, ну, они, может быть, очень востребованы, но там очень мало жителей. И как создать их конкурентную способность, мы объединились со смежными улицами, либо там улица, которая вот как Деповская потом переходит в Украинскую. То есть здесь, по сути дела, это единая пешеходная зона, только разное название. То есть пешая дорога до чистых прудов. Тем самым повышаем, я думаю, что уровень конкурентоспособности, и жители улицы Украинской и Деповской смогут их поддержать одним, так скажем, лотом и приблизить их благоустройство. Жители всего микрорайона Чистые пруды могут поддержать. В том числе и жители поселка Нового, и микрорайона Чистые пруды могут поддержать те, кто пользуется и намерен пользоваться в дальнейшем тротуарной сетью, которая может появиться. Так, 99 объектов. Так, вообще красивая цифра, конечно. Да, у меня был вопрос, все ли это, что нуждается в благоустройстве в Кирове. Как я поняла, далеко не все. И что будет с теми объектами, которые не войдут в итоге в список победителей? Конечно же, наверное, территории, которые нуждаются в благоустройстве, их больше, значительно больше. Ну, я напомню, что у нас последние два года мероприятия по благоустройству и ремонту тротуаров идут еще и в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Но здесь одно, но эти мероприятия мы проводим одновременно с ремонтом проезжей части в составе одного объекта. Отдельно тротуары по безопасным качественным дорогам мы не можем ремонтировать. Соответственно, максимально вот те объекты, которые наряду с ремонтом проезжей части можем включить, мы это делаем. Кроме того, есть ведь и наши региональные, и местные программы благоустройства. Это же программа ППМИ. На территории города реализуется программа по благоустройству подходов и подъездов к детским образовательным учреждениям. Часть депутатских наказов идут на мероприятия, вот такие локальные, наверное, по благоустройству. Но это тоже мероприятие, связанное с увеличением уровня благоустройства на той или иной территории. Мне кажется, Дмитрий Александрович единственный человек в городе, который не путается во всех этих программах. Мы постарались все-таки, учитывая, что федеральные программы – это все-таки процедура определенного отбора, которую устанавливает федерация. Это либо конкурс, либо голосование. То есть через нее, например, маленькие локальные объекты очень трудно провести, потому что уровень, может быть, поддержки и достаточен для той или иной территории, но в целом, чтобы набрать лидерские позиции, этого, наверное, очень сложно. Но вот здесь, я еще раз повторюсь, основные общественные пространства включены. Практически, если мы нарисуем на карте города все улицы, которые мы включили сюда, то можно увидеть, что вся историческая центральная часть города, она здесь присутствует. Кроме того, и в пригородных территориях значительная часть улиц, особенно с пешеходными зонами, с тротуарами существующими, она также включена. Все-таки, вот можно ли ознакомиться с этим списком из 99 объектов, ну, хотя бы уже после того, как будут подведены итоги, чтобы понять, что входило, что не входило, и что, может быть, там на будущее переедет? В период работы платформы с 26 апреля весь перечень будет... Будет выложен. Каждый день онлайн его можно будет видеть. Кроме того, мы через сайт администрации постараемся максимально по каждой территории сделать информационное сообщение, показать ее значимость, историю, может быть, если мы берем парки и скверы, чтобы еще более информацией обладал тот гражданин, кто заинтересован, дать свой голос за ту или иную территорию. Ну и, соответственно, уже по окончании голосования, это будет 30 мая, результаты, они будут, по сути дела, учитывая, что это цифровая платформа, они будут на следующий день уже опубликованы. В принципе, если мы сейчас посмотрим на эту платформу, там будет количество проголосовавших, видно в целом, да, за какую территорию. То есть общий-то рейтинг, он как раз, я думаю, что уже 1 июня будет известен. Голоса жителей – это единственный фактор, по которому будут выбирать? То есть не будет никакого там еще дополнительного мнения жюди, что называется? Нет. То есть получается, вот если первое место займут какие-то дорогостоящие проекты, то получается в этом году остальное все останется без ремонта? Ну, давайте дождемся результатов голосования. У нас иногда практика показывает, что на первые места выходят не самые дорогостоящие объекты, а там, где очень активная позиция жителей и тех вот интересантов, которые за эту территорию ратуют. Так, еще вопрос в таком случае. Можно ли голосовать не за свой район? Я просто помню, когда было рейтинговое голосование очное, тогда с какими-то выборами было совмещено, там надо было за свой район и за городские проекты голосовать. Голосовать здесь, принять участие в голосовании сможет любой житель города Кирова, зарегистрированный, имеющий регистрацию на территории муниципального образования города Киров. И сможет выбрать только один объект и его поддержать. Вне зависимости от территории Октябрьского района он находится, Первомайского, Ленинского, либо Нововятского. Так, один объект всего, то есть либо это тротуар, либо это общественное пространство, там парк-сквер, то есть всего один сложный выбор из 99 объектов. Ну, опять же, это, повторюсь, условия и регламент работы этой платформы. Да, поближе к дому или поближе к работе, или по дороге. Надо будет... Ну, здесь надо будет определить для себя приоритет, на самом деле, вот, наверное... Или у кого больше шансов за того, наверное, да. ...которой чаще, может быть, пользуемся, либо чаще на ней там отдыхаем, либо каждый день ходим по этому тротуару. Либо понимаем, что это территория, там мало жителей, да, а вот уже хочется, чтобы ее сделали, просто в помощь этим людям отдать свой голос. Да, еще важный момент. Голосовать можно с 14 лет, мы об этом, по-моему, не говорили. Да, голосовать смогут граждане Российской Федерации в возрасте 14 лет. Это единое требование и правило, которое установлено, опять же, нашим федеральным нормативным актом. Когда будут результаты подсчитаны? То есть до 30-го числа голосования, а дальше? 30-го оно заканчивается, и я уже сказал, что на следующий день результаты голосования, они будут уже видны. Опубликованы, ну, на сайте они будут. Соответственно, вот на этой же платформе мы уже увидим результат тех территорий, которые вышли в лидер. Не-не-не-не, я понимаю, когда, ну, вот лидирующие позиции... Именно перечень территорий, которые войдут в благоустройство конкретно, я думаю, что в течение июня, и там уже соберется общественная комиссия, которая контролирует ход реализации этого федерального проекта, и будет уже определён дальнейший алгоритм действий. Просто здесь ещё есть такая очень неплохая возможность. По тем объектам, где есть уже, так скажем, высокой стадии готовности документация с экспертизой, либо на выходе эти объекты, в принципе, мы сможем уже начать реализовывать и в текущем году, не дожидаясь 2022 года. Тем более, весь летний период у нас впереди, учитывая, что голосование закончится в мае. А такие объекты, они здесь представлены, я ещё раз повторюсь, они участвовали в предыдущих голосованиях, мы, в принципе, по ним уже готовили и документацию, потому что просто отобрать объект без документации, ну, сразу понимаем, что здесь ещё время уйдёт на подготовку проектно-смертной документации, прохождение госэкспертизы и последующая реализация. А здесь довольно-таки такой значительный объём, по которым стадия готовности документации очень высокая, и, в принципе, есть неплохая возможность уже в летний период к некоторым объектам благоустройства, отобранным на 2022 год, приступить в текущем году. То есть в этом ещё заинтересованность у жителей города, она, я думаю, что увеличивается. Спасибо большое Дмитрию Печёнкину, исполняющему обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации Кирова с 26 апреля по 30 мая рейтинговое голосование. Ссылочка на него есть на сайте администрации. Сейчас пока там есть просто описание того, как это всё процедура будет проходить. Да, там есть, кстати, фотографии до и после, когда... Это уже реализованные объекты, которые были... Можно посмотреть. Там вот и набережная в Новоавятске, и как раз бульвар Паломоносова, и некоторые дворы представлены. Ну, очень наглядно, кстати, показана фотография до и после. Что можно получить... Грязь против брусчатки, что лучше. Спасибо большое. Спасибо. Мы прерываемся сейчас на рекламу. После рекламы вернёмся со следующей темой.